Дисней предлагает новую интерпретацию сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Дисней отбирает у Белоснежки её сексуальные фантазии в виде гномов и ставит на место гномов взрослых мужчин. Атака на девственность девушки, на её какой-то внутренний мир, вот эти сексуальные переживания, ведь принца она ещё не встретила. Образно говоря, вот эти гномы, это же не настоящие гномы, это всё-таки что-то такое воображаемое. То есть девушка созрела, либидо у неё набухло настолько, насколько оно может. И семь раз в неделю девушке приходится заниматься мастурбацией, как-то фантазировать, вот этот момент встречи, представлять всё сильнее, сильнее, сильнее. Ну и потом она так сильно мастурбирует, фантазирует, что она встречает принца. Но без этих фантазий, без этих гномов, навряд ли бы она дофантазировалась до целого принца. Она, конечно, социопатка, да, общается с цветами, значит, с белочками, с этими, с птичками. Но ничего, вот всё равно мы видим, да, вот этот потенциал. Девушка хочет контакта с противоположным полом. Она всё-таки как-то и голосом, да, вот управляет своим, поёт, как-то снимает вот это напряжение. Так как девушка живёт в лесу, особо занятий у неё нет, как бы сублимировать возможности нет. Да, вот она пойдёт в лесу, погуляет, но нету, да, нету музея, нету книги. Она берёт воды из колодца, придёт домой, сварит кашу и что? Вот, ну и как бы, конечно, чем ещё заниматься? Если делать нечего, на работу бежать не нужно, тогда, значит, есть свободное время. И также нам показывают, что не обязательно уходить, да, в какое-то непонятное состояние, да, вот где-то там вот заблудиться в этом лесу, потеряться. Нам авторы намекают, да, что вот семь дней в неделю. И это не то, что у тебя вот это как вечность. Это вот есть определённое расписание, да, вот каждый день, неделя у неё вот новая фантазия. И таким образом она как-то выруливает, да, будучи вот изолированной в этом лесу, она выруливает аж до встречи с принцем. Я надеюсь, с гномами понятно. Теперь предлагаю перейти вот к этой части новой вот этой вот интерпретации Белоснежки, там, где продюсеры диснеевские посчитали, что это как-то унизительно для настоящих живых людей, маленького роста, как бы сниматься в новой интерпретации сказки. Ну почему? Это же, я же ещё раз говорю, это всё образно, да. Ну почему, если человек такого роста не может изобразить, да, вот одну из фантазий девушки? Я ничего не вижу вот такого унизительного. Ну вот, значит, решили, что вместо семерых гномов должны быть семеро взрослых мужчин. То есть вы понимаете, насколько травматично, насколько агрессивно отношение продюсера вот к этой вот, значит, Белоснежке. Потому что фантазия это одно, фантазия может приносить очень много удовольствия, это всё-таки как-то, ну что-то такое вот, оно безопасное в первую очередь, да, мы закрыли глаза, что-то представили и получили от этого удовольствие. А здесь вот продюсер предлагает нам семерых мужчин, да, взрослых. И о чём фантазировать, бедной девушке, вы понимаете, да, то есть семеро мужиков нападут на неё, ну что это будет? Это будет групповое изнасилование. Ну продюсеры это как-то не волнует, да, девушку выбирают также, значит, кто она, латиноамериканка, сама актриса, да, она этому несказанно рада. Но когда вы будете смотреть этот вот фильм, да, вот эту сказку новую, обратите внимание, что ракурс с этой вот актрисы, которая будет исполнять роль Белоснежки, будет отведён и направлен на вот какого-то нового абсолютно героя, молодого актёра, он гей, и вот он будет играть какую-то новую роль. То есть хочется спросить, с какого хрена никто там не ждёт никакого дополнительного молодого гея, да, в этой сказке. То есть желательно как-то сохранять, да, вот эту фантазию, о чём там всё это, да, то есть Белоснежка, она, значит, настолько перевозбудилась, да, что потом вот что-то не то съела, и ей нужно было просто полежать, отлежаться, чтобы как-то с этим возбуждением справиться. Они как-то всё вот перекручивают, переворачивают, в том плане, что вот ещё дополнительный человек мужского пола появляется, но мы не можем сказать, да, что вот он гетеросексуальный мужчина. И вот эти вот гномы, которые сейчас уже взрослые мужчины, то есть какая-то вот непонятная тема, да, кто с кем будет совокупляться. Вы понимаете, что любой контакт — это связь с сексуальностью. Белоснежка будет пересекаться с этими мужчинами, да, то есть это уже не её фантазия, то есть продюсер влазит в фантазию Белоснежки и начинает что-то там своё перекручивать, вставлять, понимаете, ещё одного героя какого-то приглашает, да, с которым он там развлекается после съёмок. Вот, ну, вот это то, что нас ждёт, да, то, что ждёт наших детей, новая версия Белоснежки. Конечно, это всё как-то печально. Суть сказки в чём? Что силой мысли девушка на фрустрации чудесным образом встречает принца. — это вот смысл прежней сказки. То, что происходило после, да, окончания сказки, между Белоснежкой и принцем, это нас уже не волнует. Вот сам месседж, да, что можно настолько поверить, нафантазировать, захотеть, да, что встретить настоящего принца. А в новой версии суть-то будет какова? Непонятно, да, то есть это, значит, надругательство над девственницей, значит, какой-то ещё один герой непонятной ориентации. Или же возможен такой вариант, что вот семеро вот этих взрослых мужчин и вот этот вот ещё один дополнительный приглашённый актёр, то есть там как раз четыре пары. То есть это такая вот геевечеринка получается. А Белоснежка тогда, если повезёт, всё-таки с принцем сможет ускакать на коне. Но не факт, да, вот ждём выхода вот этой вот сказки новой, и будем смотреть, и главное, ну как бы анализировать, не давать вот этому материалу просто вас проникать, ну как бы вот без осмысления. Как мы видим, всё-таки всё больше и больше грани стираются, нет разницы между мужчиной и женщиной. То есть понятное дело, что бисексуальность у нас у всех присутствует, но всё-таки как-то же культурой это создавалось, да, различия полов, какие-то вот архетипы и всё такое прочее. А сейчас мы видим тенденцию, когда всё возвращается к такому какому-то первобытному состоянию, там, где нет запретов, там, где всё можно, да, вот когда это всё в таком избытке, в изобилии, всё так перемешано. Разве можно получить удовольствие от чего-либо? Теряется же вот этот вот вкус к жизни, когда всё настолько доступно. Такое ощущение, что в сказке будет разыгрываться вот эта вот отмена всех запретов, обесценивание Белоснежки, да, её чувств, её каких-то желаний. Будет такое вот месиво, да, все друг с другом передружатся, значит, укусит, значит, яблоко каждый, да, там, заснёт, проснётся. То есть уже как-то фокус внимания будет уведён от главной героини. И это уже будет абсолютно другая сказка. Прошло менее ста лет, и мы вот уже вот скоро, да, станем свидетелями того, насколько в культурном дискурсе происходят огромные сдвиги и не в лучшую сторону. Вот такой вот разбор сегодня получился. Спасибо вам, что досмотрели его до конца. Увидимся с вами в следующем видео.